Ребята, привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Lock. А мы находимся в Ваунанге и сегодня у нас день релакса. Мы зайдем в массаж, а после вкусно поужинаем в местном ресторане. Мы приехали на массаж, в очень хорошее место. Удивительно, что здесь, когда приходишь, тебе сразу же моют ноги. Это есть не во всех центрах. Обычно иногда просто протирают. На нас надели тапочки специальные, и мы проходим уже внутрь. Тавдяка! Огощается девочкам. Здесь такие приятные запахи. Не чая, ароматические. Чай тоже можно попать. У них также здесь есть салон красоты. Можно сделать маникюр, педикюр. А мы проходим в специальную комнату, которую для нас подготовили, где будет сам проходить массаж. Что за массаж, мы вам также расскажем в ближайшее время. Вот такая вот комната с четырьмя кроватями. Две из них будут наши. Все, закрыли комнату. Для нас двоих отделили перегородкой место. Скоро начнутся кайфуши. У меня был молочный массаж, и для меня это было впервые. Отличие от аромы и от масляного, то, что это проводилось с помощью молочка с фруктовым вкусом, таким приятным. Основное все похоже как на масляный и арома. Мне понравилось. Мне делает действительно специалист сертифицированный. Она знала все мои болевые точки. Я сейчас вышла, и вот я прямо и живая. Еще у меня был массаж лица. Мне наносили скрабы, маски, охлаждающую маску. Все было действительно здорово. Ну, а что касательно меня, не такой избалованный потребитель массажа, скажем так. Поэтому обычно мне достается только лишь массаж ног. И то это обычно происходит, сидя на стуле или на кресле. Вы уже поняли, что я не часто была у Кирилла. А тут был массаж ног или лежа, это гораздо удобнее. После чего был массаж всего тела с помощью hot coconut oil. То есть кокосовое масло горячее. Но оно не было особо горячее. То есть оно было такое разогретое, в специальном сосуде. И было очень приятно, когда терапевт натирал себя этим маслом. Оно, в принципе, от этого становилось теплым. То есть не теряло своей температуры. Поэтому было очень приятно. В конце мы немножко поделали тайскую гимнастику. Вот, немножко похрустел. Да, такие элементы йоги, они похожи. Они всегда есть в традиционном тайском массаже. Еще я хочу сказать главное отличие от других массажных центров, которые есть в Аонанге. Потому что я не первый раз на массаже, я часто хожу. Первое, здесь при входе моют ноги, специальные ванночки. Здесь тебе дают тапочки. Здесь везде чистые полотенца. Потому что ты не заходишь в массажный центр, там просто обычные тряпки. Так сказать, они тряпки, но они такие, они чистые, но не полотенца. Все одеты в форму, аккуратненькие специалисты. У всех есть сертификаты. Даже у каждой прическа, цветочек. Это, конечно, такие как бы незначительные моменты, но они всегда приятны. И именно вот этот массажный центр, он мне очень напоминает наши спа-центры в Москве, которые мне очень нравятся. В принципе, цены здесь стандартные, такие же, как и в других массажных центрах. Массаж начинается от 250 бат. Но, смотрите, у них есть золотые часы, как говорится. Можно сделать 90 минут массажа по выгодной цене. Но это если вы придете до 6 часов вечера. Например, традиционный тайский массаж, он обойдется в 350 бат за 90 минут. Теперь оценок на наш массаж. Он был подороже, потому что он специфичный. Мой молочный массаж стоит 400 бат. У Кирилла горячим кокосовым маслом стоит 450 бат. Массаж лица 30 минут 300 бат. И массаж ног 30 минут 250 бат. Центр всегда полный, поэтому старайтесь бронировать заранее. Контакты оставим вам, как всегда, в описании. На Крабе стемнело, а это значит, что правильно. Мы отправляемся ужинать. Ура-ура. И сегодня мы ужинаем в тайском ресторанчике. И мы уже до него дошли. Называется он Сандис Тай Ресторан. Я уже смотрю меню. Тут очень много местной кухни. Ну, в принципе, оно и понятно, что это тайский ресторан. Много агретив, много риса, много нудров, много разновидностей супа. Мне очень хочется заказать том-ям со специями. Сейчас посмотрим. Здесь мы можем видеть кухню. Большой ассортимент местных блюд. Нам уже принесли под том-яма. Под такая кастрюлька, которая поддерживает огонь, поддерживает тепло. И здесь, наверное, двоих даже будет очень много. Огромнейшая порция. Горяченький суп. Мы так соскучились с том-яма, потому что последние дни его не ели. Также нам до этого принесли закуски. Это вот такие креветки в кляре. И два шейка. Один манго. И клубничка. Приятного всем аппетита. Пробуем наше первое блюдо. Том-яма очень насыщенный, вкусный. Осьминоги, креветки. Все мягкое. Божественно. Также, пока не остыл, нужно пробовать бактай. Бактай – это местное блюдо. Обжаренная лапша. С креветками, с орешками. И с различными стручками. Это рисовая лапша. Часто еще ее называют стеклянной лапшой. Креветки очень вкусные. Такие крепенькие, непереваренные. Соусы могут немножко отличаться. Но в данном случае он такой сладкий и очень вкусный. А нам, кстати, смотри, что принесли. Вау, уже принесли нам рис в ананасе. Смотрите, какая красота. Блюдо, кстати, принесли очень быстро. Все они ароматные. Подача красивая. У Кирилла по тайно-банановому листе. И здесь, смотрите, рис не только в ананасе, но еще положили дополнительные его здесь. Здесь еще, смотрите, колбаски. Вот такое сочетание креветок и колбасок. Пробуем также закуски. Креветки в кляре, как мы говорили. Покалим соусом. Очень вкусно. Такие прям горячие еще. Креветка самовкусная. И кляр такой, знаете, не... Ну, как бы не перенасыщен хлебом, скажем так, не очень толстый. Вот, там больше креветки, чем кляра. Переходим к следующему блюду. Обжаренный рис с креветками в ананасе. Также здесь кешью. И похожи какие-то колбаски. Давайте сразу начнем с непонятного, с колбасок. Это очень странная колбаска. Креветки. Как они ловко залетают тебе в рот. Ну, они потому что крепкие, легко бы оттаскиваются. Ну, креветки такие же вкусные, как и до этого в других блюдах. Ребята, запасайтесь едой, когда смотрите наши ролики. Порции, порции огромные, огромные. Мы сейчас вдвоем просто наедимся и не уверены, что все это съедим. Но что делать, придется. Ребята, мы, конечно, уже объелись. Съели все, что могли. А все, что не смогли, взяли еще take away. Но у нас еще впереди десерт. Манго стики райс. Ну, ребята, я так объелась, но для десертика я оставила местечко. Тем более стики райс я люблю. Стики райс, липкий рис, местный десерт. Все, наш ужин подходит к концу. Если вы действительно любите тайскую кухню, тайскую вкусную кухню, то обязательно приходите в это место. Оставим вам точку в описании на это кафе. Наш счет составил около 1000 бат. И на этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и заходить в наши социальные сети. А также, если смотрите это видео, обязательно ставьте колокольчик. Обязательно. Пока, ребята. Пока-пока.